Здравствуйте! С вами астролог Ермольна Татьяна и в этом выпуске своего видеоблога я хочу вам рассказать о влиянии ретроградного Сатурна на каждой из 12 знаков Зодиака. Я напомню, что сейчас Сатурн в петле, он находится в знаке Стрельца. 6 апреля он развернулся в ретро-движение и будет там до 24 августа. Пройдет он за это время дугу с 28 градуса Стрельца по 22 градус и выйдет полностью из петли, то есть из той дуги, которую он утюжит, только 30 ноября. И безусловно уже есть определенные моменты его влияния на нашу судьбу. Общий прогноз я уже давала, так что если вам интересно знать какие-то основные тенденции, которые подчеркивает ретроградный Сатурн, то посмотрите обязательно прогноз на ретро-движение Сатурна в 2017 году. Я же сейчас дам характеристику этого влияния на каждый из 12 знаков Зодиака. Для вас раки ретроградный Сатурн подчеркивает сразу несколько тем. В первую очередь это тема вашего здоровья и действительно вполне возможно, что в тот период, когда Сатурн становится ретроградным с апреля по август она вас будет весьма сильно беспокоить. Ну скорее всего даже отсутствие его или ухудшение. При том, что многих раков эту проблему не оставят даже после того, как петля уже закончится Сатурна, к сожалению, потому что Сатурн дает что-то очень надолго. Безусловно говорить вот так вот о каждом раке я не могу, потому что надо четко понимать, что у нас у каждого своя индивидуальная карта и Сатурн-то в ней где-то в другом месте вполне может быть, и он что-то совершенно другое может подчеркивать. Но в том числе, наверное, вопросы здоровья так или иначе будут интересовать, ну скажем так, большую часть раков. И вполне возможно многие из вас будут очень-очень пристально наблюдать за ним и им заниматься. Некоторые действительно могут получить и не очень хорошие вести о нем и в дальнейшем, поэтому ему нужно уделить внимание. Кстати, вполне возможно, что для профилактики этого вопроса стоит уделить внимание вообще образу жизни, потому что Сатурн вообще намекает на то, что его надо пересматривать. Скорее всего, у многих из вас было время, когда вы очень много работали, и вполне возможно, что, в общем-то, эта работа была связана с тем, что вы себе во многих вещах отказывали, не давали себе отдыха, скажем так, не следили, по крайней мере, за собой, и существовали в каких-то весьма некомфортных для себя условиях, но ради чего-то большего. Ну, не знаю, достигли ли вы чего-то большего, но вот в это время не стоит рисковать ничем. И обязательно давать себе отдых, обязательно за собой следить. Время, когда вы очень, у вас сильно повышен мышечный тонус, у вас вполне могут быть какие-то неврозы диагностироваться или недиагностированные, может вас что-то начать беспокоить, какие-то там блуждающие боли, головная боль постоянная. Вот обязательно во время прохождения ретро-Сатурна, обязательно себе дайте возможность немного снять напряжение, но хотя бы какими-нибудь массажами. Может быть, это будет какая-то поездка куда-то, чтобы вы сменили обстановку и вообще отключились от привычного образа жизни. Быть может, вы пересмотрите свой режим дня и ведете что-то новое. Быть может, вы наконец ведете в свою жизнь, например, фитнес. Потому что в действительности иногда влияние Сатурна, как планеты, которые, ну скажем так, нас очень сильно консервируют на каких-то вещах и вообще в некотором смысле консервируют все процессы, которые происходят и в психике, и в ментале, и в физике нашей, хорошо разбавлять Марсом. Во-первых, это тоже природа мужская, как и у Сатурна, но Марс, кстати, Сатурн в принципе любит. Это две энергии схожие, но у Марса есть хорошая особенность. Он реактивен, в отличие от Сатурна, и он дает возможность очень быстро прийти в тонус, ну или в принципе его набрать. Поэтому вот какие-то такие фитнес-моменты можно ввести в свою жизнь для того, чтобы разбавить этот Сатурн. Ну второй момент, это то, что действительно на вас очень много возложено будет обязательств в это время. Но неважно, вы хотели этого или нет, вы все равно будете обязаны что-то делать. При том, что это что-то будет лежать в области служения другим людям. Но вы в принципе-то не против того, чтобы служить миру, ни в коем случае. Но конечно, у вас не так много сейчас энергии для того, чтобы ее еще тратить на огромное количество жаждущих вашего внимания и вашей помощи. Поэтому еще раз предупреждаю о том, что избирательно подходите к вопросам помощи другим людям в это время. Потому что на вас действительно может навалиться огромное количество вот этих вот просьб. И вы как знак, которым управляет Луна, беспокойная планета, которая говорит об эмпатии нашей. Конечно, невероятно переживаете за всех тех, кто к вам обращается. Всем хотите помочь, но в первую очередь, так как вы у себя ресурс один-единственный, думайте о себе. Хочу вам сказать, что конечно, этот прогноз достаточно обобщенный. Он не тянет на прогноз для конкретной судьбы. И для того, чтобы его сделать, нужны много вводных данных. Поэтому это только на личной консультации. Так что если вам интересно пообщаться со мной лично, то пожалуйста, милости прошу. Пишите мне на сайт, пишите мне в социальных сетях. И мы с вами договоримся о личной вашей консультации, личном вашем прогнозе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь я стараюсь всю важную и актуальную информацию доносить до вас. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Мне было оно очень лестно. Возвращайтесь обязательно. У меня еще много будет новых видеосообщений. И до новых встреч. Желаю вам хорошего настроения и всего самого лучшего. С вами был ваш астролог Ермолина Татьяна. Субтитры создавал DimaTorzok